дорогие друзья приветствую вас компания энергоэлемент предлагает вам очередной шикарный продукт для увеличения дальности хода вашего электромобиля сегодня я буду рассказывать про батарею на 27 и 4 десятых киловатт часа что позволит вам проехать до 200 километров на электромобилях а за 0 до к ней подойдет там надо побольше будет поубирать багажнике но не суть для электромобиля за 1 именно для нее сконфигурирована сделана эта батарея а также она прекрасно подойдет для электромобиля и nv200 обо всем и по порядку в этом видеоролике с вами александр логинов энергоэлемент погнали дорогие друзья постараюсь сделать этот видеоролик очень лаконичным и технически насыщенным надеюсь что вы получите все ответы на ваши вопросы даже может быть те которых у вас нету но вы все равно увидите ответ на них в ролике а также в описании к ролику будет тайминг на какой вопрос когда я отвечаю чтобы вы например второй раз просмотрели его может быть третий раз может быть на ночь детям показать хорошо первое чего я хочу начать из чего мы делаем батареи почему мы делаем их из того из чего делаем мы используем электрохимию nmc очень важно что у нас отношение так называемого катода 6 2 2 8 1 1 это позволяет обладать этой электрохимией очень большим ресурсом более полутора тысяч циклов до падения емкости на 20 процентов при этом у нее очень хороший показатель потока отдачи и ну качество будь здоров напомню что мы работаем с китайским поставщиком напрямую эта компания тей челби она например является поставщиком элементов питания для почти всей техники компании xiaomi это может быть вам о чем-то говорит детальный ролик по тесту элементов питания указан вот здесь там мы четко показываем сравниваем их например с панасоником и так далее для производства батарей мы используем технологию tesla но он как бы первый ввел эту технологию это технология крепления элементов питания в модуле с помощью ультразвуковой сварки смысл очень простой это этот шаг повышает безопасность и мы на самом деле очень сильно топим про безопасность поэтому здесь очень много технических решений ориентирован именно на это также еще отмечу что сам элемент питания выполнен по технологии грейд а это означает что у него в плюсовой части находится так называет сид мембрана который еще на определенный порядок повышает безопасность элементов питания погнали теперь по батарее одним из важных вопросов является вопрос как синхронизируется работа дополнительной батареи с основной батареи в электромобиле причем как вы знаете в поколении а за 0 другая химия более старая на базе марганцева катода с отображением на приборной панели как они друг на друга влияют и так далее отвечаю благодаря тому что профиль напряжения нашей химии похож на за е1 и вот видеоролик как работает одинарная дополнительная батарея в при заряде 40 киловаттной часовой батареи в за и 1 до там полная симметрия и одинаково распределяется ток в самом начале в самом конце заряда и разряда о чем это говорит используя наши батареи в за е1 происходит снижение импульсной нагрузки на основную батарею если это одинарная батарея это примерно на 30 процентов если это сдвоенный процесс батареи то примерно на 50 60 процентов тока отдача будет идти на мотор с допки и с основной это уменьшает нагрузку второй момент за счет того что симметрия разряда наблюдается на всем диапазоне уровне заряда батареи глубина разряда вашей основной батареи будет меньше например вы проезжали обычно 60 там 100 километров делали ну допустим там 60 процентов глубину разряда основной батареи установив допку теперь глубина разряда будет 30 процентов у основной батареи потому что примерно половину емкости отдаст топка глубина разряда меньше ресурс вашей батареи больше сдвоенная батарея удваивает ресурс вашей основной батареи на за е1 теперь как дела обстоятся и nv200 24 киловаттной версии до 18 года получается могу ошибаться поправьте в комментариях и а за 0 соответственно до 2000 там тоже 18 года когда появился за е1 по а за 0 24 или 30 к неважно электрохимия там одинаково там ситуация чуть чуть по-другому 60 процентов емкости дополнительная батарея разряжается совместно с основной батареи и около 40 процентов только вы едете на дополнительной батареи это все равно приводит к плюсам но чуть меньше менее значимым как в за е1 к этим плюсам относятся снижение нагрузки мощностью на 20 процентов примерно 25 на основную батарею и снижение глубины разряда соответственно где-то на 8 киловатт час по сравнению с 20 там допустим активными один к трем то есть на 30 процентов улучшается ресурсность батареи тоже хороший показатель тоже имеет место быть на приборную панель отображается все очень просто нами разработан can most вот здесь вот ссылка о том что мы в него заложили для за я 0 а за 1 и а за 0 и за и 1 прошу прощения вот и для yen в 200 мы используем партнерское решение которое позволяет интегрировать батарею и визуализировать полностью пробег на приборной панели без каких-то модификаций при этом не происходит заморозки никаких датчиков температуры не надо ничего скидывать не надо прошивать блок управления и так далее то есть по синхронизации работы этой электрохимии с вашей машиной все будет в порядке с вашей батареей будет все в порядке вы будете получать только плюсы которые я озвучил только что друзья немного цифр конфигурация модуля вот такого модуля следующие это 4s 30p 4 последовательно 30 параллельно связанных друг другом элементов это соответствует 80 ампер часа кстати я вам показываю модуль не от сдвоенной батареи от за и один одинарный но они принципиально они одинаковые там используется только небольшая перемычка которая объединяет один уровень с другим уровнем мы на видео вам это покажу таких модулей 2424 умножаем на 4 получаем 96 с общая сборка 96 с на 80 ампер часов на 3 6 вольта получаем 27 и 4 киловатт часа чистой энергии которая есть в нашей аккумуляторной батареи далее габаритные размеры габаритные размеры весьма и весьма плотненький я бы так сказал 95 сантиметров в длину 69 сантиметров в ширину и 21 сантиметр в высоту в принципе она не сильно поглощает пространство багажника конечно происходит утолщение одинарная допка это выполняет гораздо лучше в одинарной допке высота 12 с половиной сантиметров в за и один я сравниваю принципе и у а за 0 10 11 8 киловатт часа и за и 0 10 и 9 киловатт часа примерно такая же высота около 11 сантиметров масса одного вот такого модуля 5 и 7 килограмм соответственно масса модулей во все их батареи примерно 140 килограмм за счет того что мы используем качественный корпус о котором я расскажу чуть больше в чуть позже общая масса батареи составляет порядка 170 килограмм и вы тут зададите вопрос саша 170 килограмм на заднюю ось в багажник не есть хорошо и да и нет на самом деле ответ потому что эта масса эквивалентно двум нормальным дядькам на заднем сидении и машина под это рассчитано конечно же происходит произойдет просадка пружин и тут два варианта развития событий первый вы в принципе ничего не делаете потому что по массогабаритным параметрам нарушения нет в общем если вы ничего сложного ничего серьезно не произойдет если вы не начнете возить еще четырех мужиков на заднем ряде пассажирских сидений решается двумя способами первое обыкновенные алюминиевые или полиуретановой проставки цена вопроса там 2000 рублей за комплект на заднюю ось это первый вариант и второй вариант можно рассмотреть вариант например для а за 0 установки пружин от nissan жук причем полноприводного 4 на 4 у него другое другая пружина если у вас за и один то можно рассмотреть от 62 киловаттной машины установки пружин на задний ряд где вы их найдете не знаю но технические решения такие есть друзья сборка батарея претерпела также изменения у нас была первая серьезная версия связана с двойными батареями на по технологии для а за 0 и за и 0 на 21 6 киловатт часа хорошая батарея есть ряд моментов которые мы изменили я бы хотел о них вам рассказать в качестве модуля мы используем модифицированную версию по сравнению с за и 0 а за 0 на 21 6 киловатт часа это не значит что технология плохая просто мы учли некоторые улучшения и нам кажется это более правильно а именно силовая шина непосредственно установлена на пластиковую матрицу и на ней три аж заклепки вместе креплением в свою очередь в предыдущей версии сдвоенных батарей шина выходит наверх и получается только одна пластина соединительная а в сдвоенной для за и 1 у нас идет вот такая вот перемычка не знаю такой маленький финт мы сделали ушами нам нравится это больше проще собирать надежнее конструкция перемычка сделана из двух миллиметрового алюминия до только проводность у него безумная крепи мы сертифицированы гостовскими гроверами в том числе поэтому качество соединения очень и очень хорошие и вторая часть важная всей силовой части это блоки управления у нас полноценная бмс системы мы работаем сейчас с 32 с бмс кай от компании and bms на 100 ампер в номинале и 300 ампер в пике это очень крутое техническое решение на наш взгляд которая используется здесь и полностью перекрывает все технические задачи которые нужны для работы батареи контроль по температуре напряжению емкости балансировка каждая из бмс имеет токовый датчик тока для измерения тока реалистичных показателей есть мосфеты на контроль избыточных как нагрузки по току так и глубины разряда то есть вся полноценная электроника присутствует непосредственно в самой батарее блоки управления расставлены сверху это удобно как для сборки так и для диагностики так и для монтажа это очень важно более 15 датчиков температуры расставлено по всей батарее они как по пять штук от каждого блока управления это позволяет во всех технических аспектах полноценно контролировать показатели батареи и дополнительно у каждого блока есть bluetooth модуль и вы можете со своего телефона и каждый клиент получает доступ к каждому блоку своему конечно же посмотреть состояние элементов своей батареи насладиться убедиться что все хорошо а теперь вставочка с говорящими руками чуть чуть побольше деталей про корпус потому что это важная часть он обладает как жесткостными характеристиками так и теплоизоляционными тоже основной момент сам корпус весь корпус он монолитный это аквариум который проварен все швы проварены снизу со всех сторон то есть тут нет никаких болтовых соединений это просто аквариум в нем размещены элементы снизу вверх два яруса сам металл 2 миллиметра это достаточно много и сверху как вы видите установлено три ребра жесткости у них есть две функции первая это механическая да они держат на всякий случай со всех сторон батареи и второй в них размещены блоки управления для эстетики скажем так но удобства сборки сверху вся батарея накрывается сплошной крышкой тоже с повернутой она монтируется в соответствующее отверстие которое дополнительно изолируется из хороших свойств данного корпуса то что снизу размещена 1 сантиметровая полипропиленовая такая пеночка наклеенная с одной стороны которая хорошо теплоизолирует снизу вверх дальше идет подогрев подогрев на 150 ватт но он не просто раскидан снизу он в два слоя используется фанера первый слой 4 миллиметра и второй слой 6 миллиметров внутри которого разложен этот подогревающий кабель кабель на 150 ватт греет достаточно хорошо расчет наличия технологически заведомо продуманных отверстий прогрев идет сверху вниз очень легко и батарея прогревается достаточно равномерно быстро ну и здорово за счет присутствия 15 датчиков температуры в общем-то видно во всех точках батареи в каком состоянии температура в ней находится и того по корпусу я считаю что технически он выполнил лучше даже чем в основной в оригинальной батареи для nissan leaf и потому что в оригинале элементы прямо касаются корпуса и тепла отдача идет снизу вверх как мы прекрасно знаем то есть батарея снизу вверх там охлаждается снизу она быстрее промерзает при потоке движения когда машина едет основная батарея обдувается снизу неважно что есть вот эта пластиковая защита это все особо ни на что не влияет очень быстро происходит теплообмен свою очередь допка стоит в багажнике снизу сэндвич до почти сколько получается пенка металл два слоя фанеры и потом первые слои матрицы из пластика то есть у нас пять слоев снизу у нас прекрасно защищает в этом плане мы наблюдали в этом году следующую картину когда клиент использует машину на холоде в минус примерно 15 сам 17 градусов батарея охлаждалась не больше чем там до минус 4 6 градусов при наличии подогрева она достаточно быстро восстанавливает температуру можно ехать в принципе подогрев автоматический да он проложен под всем контуром до батареи и позволяет быстро прогревать мы рекомендуем при установке допки устанавливать подогрев еще в основную батарею потому что в любом случае при для установки дополнительной батареи надо открывать основную батарею и достаточно просто разложить этот кабель внутри подогревающий вывести общий кабель на прогрев в основной батареи мы закладываем 450 ватт на подогрев в принципе работает тоже хорошо наверное друзья основная часть связана с техническими параметры закончена и поговорим об установке и то как вы можете приобрести нашу батарею за два года существования проекта у нас уже 44 надежных партнеров из 128 на текущий момент с данных батарей они установили около 80 то есть только треть мы установили здесь в москве есть партнеры кто много поставил владивостоке в казани в краснодаре у нас даже есть партнер из калининграда поэтому спокойно теперь в любой точке страны мы можем предоставить вам сервис по установке батареи чтобы выбрать батареи пожалуйста воспользуйтесь нашим новым сайтом энергоэлемент . сайт раздел электромобили выбираете там направление которое уже создано если вы например смотрите наш канал и у вас другой электромобиль нежели nissan live пожалуйста зайдите в раздел где вы намерены приобрести нашу батарею тоже заполните заявку в любом случае на сайте указаны все данные как партнеров так как так и ценовая политика и информация когда вы получите батарею мы очень сильно завязаны на элементы питания которые мы приобретаем в виде полноценного контейнера это сто пятьдесят тысяч элементов об этом я всегда говорю в нашем телеграм-канале энергоэлемент там достаточно много микро сообщений о той или иной ситуации что происходит на производстве у нас какие-то новости и так далее поэтому пожалуйста подписывайтесь ну и на этом наверное у меня все с вами был александр логинов компания энергоэлемент всего хорошего